Город Канзас-Сити, расположенный в штате Миссури, США, видел много, много крови уже с конца 19 века, во время противостояния южан и северян, а также во время жестокого поглощения фермеров монополией и железной дорогой. Но это уже совсем другая история. Мы же обсудим очень странное происшествие в отеле «Президент», который был построен в Канзас-Сити в 1926 году бизнесменом Фрэнком Дадли. Отель по-прежнему открыт, там можно снять комнату и при желании даже провести ночь в том самом номере 1046. А с вами я, Ольга Монтро, и это новое видео из серии «Отели ужасов». И давайте вместе перенесемся во времени, когда 3 января 1935 года в лобби отеля «Президент» появился молодой мужчина. Он был красив, ухожен и хорошо одет. Багажа у него не было. Как позже отметили сотрудники отеля, высокому темноволосому юноше было примерно 18-30 лет. В первой половине 20 века люди выглядели чуть старше своих лет, так что возраст было определить сложно. И хоть у него была модная прическа и волосы чуть спадали на уши, легко было заметить одну особенность. У него было деформировано ухо, как будто заживший шрам. Заплатив за классический номер, он заполнил регистрационную книгу. Никакие документы не проверяли. И все, что требовалось, это заплатить и вписать в книгу полное имя и город, откуда прибыл новый постоялец. Само собой, написать можно было все, что угодно. Мужчина передал регистрационную книгу администратору отеля, в которой тот прочел. Роланд Ти Оуэн из города Лос-Анджелес. И получив ключи от номера 1046, мужчина, которого теперь мы знаем под именем Роланд Ти Оуэн, вместе с коридорным отправился на 10 этаж. Тот должен был сопроводить нового жильца на лифте, удостовериться, что номер его устраивает и что все в порядке. Также Роланда предупредили, что номер еще не убрали, но совсем скоро туда придет горничная и приберется, поменяет полотенце и заменит белье. Мужчину это устроило. Он вообще оказался открытым и общительным. По пути к номеру он сообщил коридорному, что до этого останавливался в отеле Малибах, где за очень скромный малюсенький номер с него взяли огромные деньги – 5 долларов. А вот номер 1046 его полностью устроил. Просторная комната с большой кроватью, тумбой, телефоном, платяным шкафом, комодом и письменным столом. А также с личной ванной комнатой, в которую Роланд сразу же вошел и достал из пальто зубные принадлежности, расческу и щетку для очистки одежды. Расположил все это на раковине и вместе с коридорным покинул номер и сам отель. Коридорный, хоть и повидал много интересных и необычных, да даже опасных гостей отеля, все же был удивлен, когда не увидел вообще никакого багажа, кроме этих нескольких вещей, поэтому и запомнил их. Также он подметил, что Роланд попросил номер повыше, и чтобы окна обязательно выходили на заднюю сторону отеля. А также, придя в номер, Роланд попросил задернуть все окна, так что в номере воцарила полная тьма. И, как по мне, эти факты позже очень сильно начали притягивать за уши, пытаясь найти в них смысл. Высокий этаж и окна на задний двор, скорее всего, говорили о том, что человек просто хочет меньше шума. А задернутые шторы? Ну, например, у меня дома на всех окнах жалюзи blackout, то есть вообще не пропускающий свет и картинку за окном. По сути, у меня черные окна, и я открываю их только для проветривания. И вроде все в порядке со мной. Ну, не считая того, что я сплю вверх ногами, как летучая мышь. Так вот, Роланд спустился с коридорным и покинул отель. Но через час горничная Мэри Соптик пришла к номеру 1046. Дверь ей открыл Роланд, то есть уходил он очень ненадолго. Она извинилась и предложила зайти для уборки позже, чтобы не мешать. Но Роланд пригласил ее в номер, сказав, что она не доставит ему неудобств. Пока женщина быстро все делала, стараясь не мешать постояльцу, Роланд также вел с ней беседу. И так же, как коридорному, показался ей общительным и открытым. Но еще не закончив уборку, женщина заметила, что Роланд начал приводить себя в порядок, поправил прическу, очистил пальто и, надев его, уже почти вышел из номера. Но повернулся и сказал, «Мисс, как закончите, не закрывайте дверь на ключ. Ко мне должен прийти друг». Так горничная и сделала. А, покидая номер, заметила записку на комоде. «Дон, я вернусь через 15 минут. Подожди». Уже позже горничная Мэри Соптик чуть поправит свое описание Роланда и добавит, что он был нервный и как будто даже испуганный и что-то скрывающий. Следующим утром она вновь приступила к рутинной работе по уборке номеров и, дойдя до номера 1046, она постучала. Никакого ответа не последовало. Так что женщина открыла незапертую дверь. Номер был темным, освещал его лишь свет из коридора и на мгновение горничная даже испугалась. На заправленной кровати лежал Роланд Оуэн, полностью одетый и бездвижный. Женщина уже хотела позвать его и узнать о самочувствии, как раздался резкий телефонный звонок. Роланд поднял трубку, долго слушал, что ему говорят, а позже спокойным голосом ответил. «Нет, Дон, я не голодный. Уже позавтракал и больше не хочу выходить». Послушав еще звонящего, он вновь произнес. «Нет, я правда не голоден». Повесив трубку и увидев Мэри, Роланд как ни в чем не бывало побеседовал с ней, узнала о ее работе и самочувствии. Закончив эту небольшую беседу, горничная покинула номер. Но уже в пять вечера Мэри вновь вернулась к номеру 1046 с чистыми полотенцами. Видимо, утром она их не поменяла, может быть, из-за проблемы в прачечной или из-за того, что Роланд ее напугал своим присутствием в темноте и она просто забыла поменять их в спешке. У номера она отчетливо услышала голоса. И ей показалось, что разговаривали два мужчины. Она постучала и сообщила, что принесла свежие полотенца. В ответ она услышала напряженный и даже сердитый голос мужчины. «Нам ничего не нужно. У нас есть чистые полотенца». Мэри ушла. А в этот же день, ближе к ночи, в отель «Президент» заселилась миссис Оуэн. Да, фамилия у нее такая же, как и у Роланда, но позже никакой связи между ними найдено не было. Ей выдали ключи от номера 1048, что означало, что номер был расположен через стенку от номера Роланда. И она была одной из тех, кто мог изменить будущее, изменить тот страшный финал, к которому мы движемся. Всю ночь женщина не могла уснуть, так как в соседнем номере очень громко дискутировали и даже ругались несколько людей. По голосам она решила, что, скорее всего, там два мужчины и женщина. Уже на рассвете, так и не уснув, миссис Оуэн уже собиралась звонить на ресепшн и жаловаться. Но побоялась выходить на конфликт, хотя к этому времени ей начало казаться, что она слышит плач, стоны и приглушенные удары. Но даже слыша что-то, что, возможно, угрожает жизни другого человека, как и большинство, она решила промолчать. Тем более вскоре шум стих, и наступила гробовая тишина. Миссис Оуэн уснула. Помимо ее странного равнодушия к ситуации, удивляет еще то, что позже на допросе она не могла точно сказать, о чем спорили люди в соседней комнате, учитывая, что между номерами была дверь, через которую, конечно же, звук проходит гораздо лучше, чем через стены. И вот, лежа до утра, слушая ругань, у нее не возникло желания подойти к двери и прислушаться. Может, я одна бы так сделала, но мне бы было любопытно. И уж тем более я бы подошла послушать дверь, если бы услышала плач и звуки драки. Но нет, женщина просто легла спать. Наступило утро 4 января. В 7 часов на работу в отель пришла телефонистка Делла Фергюсон. И почти сразу же получила телефонный звонок из номера 1046. Это был очень странный и тревожный звонок. Она услышала, что кто-то тяжело дышит и даже стонет, но ничего не говорит. Не получив никакого ответа, Фергюсон просто положила трубку. Но через 10 минут из номера 1046 снова позвонили. И снова лишь стоны и тяжелое дыхание. Женщина вновь положила трубку, но в этот раз решила перезвонить. На другом конце раздались короткие гудки, что говорило о том, что трубку не положили на место. Тогда Фергюсон вызвала коридорного и велела ему сходить в номер 1046 и проверить, что с телефоном, а также попросить постояльца положить трубку на место. Неизвестно, сообщила ли она коридорному о странных стонах на другом конце трубки, потому что тот не особо заволновался, подойдя к номеру, на двери которого висела табличка «Не беспокоить». И на его стуке в дверь никто не откликнулся. Он постоял, постучал и так же, как телефонистка, сначала услышал стоны, а потом, что кто-то еле слышно произнес «Войдите». Продолжая стучать в дверь, коридорный услышал отчетливую просьбу «Включите свет». Он еще немного в недоумении постучал, а потом раздраженной ситуацией крикнул «Просто положите трубку на место» и ушел, прокручивая у себя в голове. Сначала напьются, а потом не решать их проблемы. И вот через час трубка все еще не на месте. Коридорный вновь стучится в номер. На этот раз в ответ нет никаких звуков. Тогда коридорный пытается открыть дверь своим ключом, но дверь и не заперта, он просто ее открывает. Комната была во мраке, и лишь свет из коридора ее освещал. Коридорный увидел тело обнаженного мужчины на расправленной кровати, а рядом валялась телефонная трубка. Долго не думая, он прошел в номер, положил трубку на место, после чего покинул номер. То есть вломиться в чужой номер для него было нормально, а поинтересоваться состоянием человека нет. Он просто вошел в номер, просто положил трубку на место и просто ушел. А ведь это была последняя возможность предотвратить то, что случится чуть позже, очень скоро. Ведь уже к 11 часам телефонная трубка вновь была не на месте. И взбешенная Фергюсон опять отправила коридорного проверить, и в этот раз уже наверняка побеседовать с постояльцем. Он так и сделал. Вновь постучал и вновь не услышал ответа. И уже хотел просто отворить дверь, но она оказалась заперта на ключ снаружи. Так что он открыл дверь своим ключом. И вот теперь его ждала очень жуткая картина. Когда номер вновь наполнился светом из коридора, он увидел, вся мебель была перевернута. Телефон валялся на полу. И повсюду кровь, которая вела в ванную. И именно у входа в ванную комнату было тело Роланда Ти Оуэна. Мужчина дышал, но очень прерывисто. Что неудивительно, ведь все его тело было также в крови, которая сочилась и текла из ран по всему телу. То есть за это время в номере побывал кто-то. Или этот кто-то даже был в номере все утро. Коридорный был очень напуган. И сразу же побежал вниз вызвать полицию и скорую. После этого вместе с другими сотрудниками он вернулся в номер. Но что они могли сделать? Они могли лишь стоять в ожидании скорой. Они просто не знали, как помочь Роланду. Его тело, как решето было, все в ранах. Прибывшие медики пытались оказать первую помощь. Пока детективы осматривали место преступления и тело. Картина была пугающая. И очевидно, кто-то связал обнаженного Роланда по рукам и ногам. На голове отметины от ударов тяжелым предметом. А по всему телу, лицу, шеи, гематомы и раны. Самая неприятная рана была в районе сердца. Было очевидно, что ему повредили легкое. Чтобы вырубить человека ударом по голове, связать и нанести все эти травмы, нужно не так много времени. Но все же нужно. И у нападавшего оно было. Между вторым и третьим посещением коридорного комнаты как раз таки времени было достаточно. Пока лишь смело можно заключить, что Роланд подвергся жесточайшему нападению. Скорее всего, личностного характера. Из-за оказанной первой медицинской помощи на какое-то время Роланд пришел в себя. Детектив сразу же бросился к нему. Кто это сделал? Никто. Кто это сделал? Я сам. Кто был с вами? Никого. Я сделал это сам. И Роланд потерял сознание. Точнее, впал в кому. А спустя несколько часов жизнь окончательно покинула его тело в госпитале. Тайна Роланда исчезла вместе с ним и его последним вздохом. Началось расследование. И сразу же стоит упомянуть, что полиция США середины 20-го работала крайне скромно. Процесс раскрытия дел был низок. Что уж говорить о данной ситуации, где вопросы множились, а ответов не было совсем. И для начала выяснилось, что никакого Роланда Ти Оуэна не существует. Это было вымышленное имя. И хоть сразу же был составлен фоторобот и напечатан вместе с некрологом в газеты, совпадений не было. Также тело Роланда можно было навестить в морке для опознания. И даже несколько человек признали в нем своих близких. Но копнув глубже, никаких совпадений также не было. Личность Роланда будет установлена, но гораздо позже. А сейчас, не зная имя жертвы, полиция переключилась на другую личность. На преступника. Итак, что мы имеем? Юноша, который скрывает свое имя, приезжает без багажа в отель «Президент». Но вещи-то у него должны были быть. Значит, они где-то, в другом отеле, в другом городе. У кого-то. Человек пропал, а вещи остались. Но никто не заявлял о пропаже похожих людей. А заселившись, Роланд ведет себя странно. Как описывали служащие отеля, подавленно. Ожидает друга. Говорит по телефону с неким Доном, который, видимо, посещал номер 1046. Так как и горничная слышала два мужских голоса, и постоялеца из соседнего номера слышала не только мужские голоса, но еще и женские. А может быть, Роланд сам покинул этот мир? Такая теория действительно была. Но она рушится сразу же. Так много травм на теле, связанные руки и ноги, обширные ушибы затылка. И самое главное. Все вещи Роланда, одежда, личные предметы пропали. Также в номере не было ничего, чем можно было бы нанести столь серьезные ушибы и раны. Так что преступник был точно. И он забрал все эти вещи с собой. Но все же что-то детективы да смогли найти в номере. Во-первых, галстук Роланда. Тут никаких зацепок. Скорее всего, преступник просто не заметил его в спешке. Но также были найдены женская шпилька, английская булавка и, самое странное, маленькая бутылочка с серной кислотой, которая закатилась под кровать. Травм от кислоты на теле Роланда не было. Пока полиция и городской морг планировали похороны Роланда в безымянной могиле, теории все множились и множились. Все странные происшествия, которые происходили в этот период, хоть как-то пытались связать с делом Роланда. Заблудившаяся женщина, торговавшая своим телом в отеле. Она никак не могла найти своего клиента и ей приписывали связь с Роландом. Также человек, который в то время промышлял торговлей запрещенными веществами в Канзас-Сити по имени Дон, также попал под подозрение. А 3 января по улицам Канзас-Сити бежал разъяренный мужчина без верхней одежды и рубашки. Водителю такси, который предложил ему помощь, этот мужчина сообщил, что расправится с тем, кто его подвел. И даже из-за травмы уха Роланда ему пытались приписать личность боксера. Но все эти теории никак не складывались в картину. И я даже не вижу смысла их обсуждать. Могли ли они быть правдой? Да, могли. Если хоть какая-то связь, ее нет. Но вот что по-настоящему интересно. Незадолго до захоронения Роланда в морг поступил звонок. Мужской голос произнес. Прошу захоронить Роланда Ти Оуэна со всеми почестями на мемориальном кладбище Канзас-Сити. Конечно же, незнакомца попросили представиться и объяснить связь с Роландом. Он не сказал ни своего имени, никаких-либо других данных, а лишь произнес. Роланд обещал жениться на моей сестре. Но позже отказался от своего обещания. За это он заплатил жизнь. Позже письмо с чеком действительно пришло в морг. Все было анонимно, и зацепок не было. Но просьба была выполнена. На похоронах было около 50 полицейских в гражданском. Некоторые были непосредственно на самой церемонии захоронения, а другие были расставлены по всей территории кладбища в ожидании хоть чего-то подозрительного. Точнее, кое-что подозрительным было. Дюжина роз, которую прислали на могилу анонимно. К букету прилагалась записка «С любовью навсегда, Луиза». Кто такая Луиза? Существует ли она вообще? И что за звонивший мужчина? Это все очень странно. Но вот что еще более странно. Работники отеля «Президент» вспомнили, как Роланд говорил о другом отеле – Малибах. Так что детективы направились в отель Малибах. И, конечно же, в тот период никакого Роланда Ти Оуэна там не числилось по книге записей. Но нашлось совпадение. Юджин Кей Скотт. Этот мужчина подходил под описание Роланда и действительно останавливался в Малибах в новогоднюю ночь. Также с ним в один номер заселился другой мужчина. Его сотрудники описали, но по классике никаких зацепок. Ужасную кончину Роланда Ти Оуэна еще очень долго смаковали в прессе. Но лишь осенью 1936 года, ожидая свой прием к стоматологу, одной женщине попал в руки уже потрепанный журнал, где она обнаружила статью о Роланде Ти Оуэне. Заинтересовавшись и ужаснувшись подробностями, она еще больше впала в ужас, когда на фото увидела так хорошо знакомого ей сына ее подруги, миссис Руби Олгатри. Ее сын уже давно покинул родной дом и даже писал матери. Но потом письма приходили все реже и реже и совсем перестали приходить. Изначально ее сын Артемус уехал на пару месяцев попутешествовать по Калифорнии. Его поездку полностью оплачивала мать, что неудивительно, ведь Артемусу было всего лишь 17 лет. И, как я уже сказала, сначала сын постоянно звонил и писал письма от руки домой. Но вот с января 1935 года, как раз тогда, когда Роланд и посетил гостиницу у президента, звонки прекратились. Денег у матери Артемус больше не просил. Приходили лишь письма, напечатанные на машинке. Так продолжалось несколько месяцев, когда в доме миссис Олгатри раздался звонок. И мужской голос произнес, что ее сын Артемус теперь живет в Каире, женат на богатой женщине знатного рода и по местным правилам больше не может поддерживать связь с семьей. Женщина еще тешила себя надеждами, что все это правда, хотя все же неоднократно обращалась в полицию и искала сына. Но последние капли ее надежды развеялись, когда подруга принесла ей журнал. В ноябре 1936 года Руби Олгатри проделала практически тот же путь, что ее сын и вместе с детективами посетила отель «Президент», а также могилу Роланда Ти Оуэна, который, конечно же, оказался ее, Артемусом Олгатри. Детективам она рассказала, что шрам, деформация уха, это детская травма Артемуса. Он получил ее, играя на полу в кухне, когда на него брызнуло горячее масло. Так личность Роланда Ти Оуэна стала известна. Это был 17-летний юноша, который отправился по США искать себя, совсем как Элизабет Шорт. Но даже зная его настоящее имя, остается так много вопросов. И главный вопрос – кто лишил его жизни? У меня есть теория. Поначалу я не хотела ее озвучивать, так как она не очень популярна. Но проведя расследование и покопавшись на форумах таких же детективов, я обнаружила, что мои мысли разделяют и другие. Итак, что мы знаем? В отель Малибах в новогоднюю ночь Роланд заселился с другим мужчиной под вымышленными именами. Почему они были в одном номере? В целях экономии? Или это какие-то меры предосторожности? Потом, прибыв в отель Президент, Роланд ожидал некого друга, который без его ведома в любой момент мог прийти к нему в номер. Почему не встретиться в лобби или в баре? Почему в номере? Это такая близкая дружба? А еще тот самый друг Дон звонит и несколько раз беспокоится о том, голоден ли Роланд или нет. У вас много знакомых мужчин, которые беспокоятся, голоден ли его друг или нет. Не излишняя ли это забота? Потом это ссора в номере, где помимо мужских голосов мы слышим и женский. И разговор этот явно не из приятных. Мы можем только предполагать, о чем беседа. А сама расправа над Роландом? Это, несомненно, был акт мести. Такую жестокость проявляют, когда имеют личные мотивы. Очень обиженный и озлобленный человек может совершить такое. Делая последние вздохи, Роланд защищает преступника и не выдает его или ее. Почему он защитил личность преступника? Как сообщил позже звонивший мужчина в морг, Роланд обманул девушку и из-за этого поплатился. Такое возможно и звучит правдоподобно. Или это вымысел и прикрытие? Также звонивший мужчина просит захоронить Роланда с почестями, присылает цветы и даже пишет его матери, пытаясь убедить ее, что сын жив, что с ним все в порядке. Откуда такая забота о женщине? Человек явно хочет убедить ее, что все в порядке, что Роланд жив, переживать нет смысла. Если этот мужчина так яростно защищал честь своей сестры и зверски расправился с Роландом, почему потом такая забота о его теле, о его матери, цветы на могилу? А может быть, этот мужчина не был тем, кто лишил Роланда жизни? Может быть, он был тем, из-за кого Роланда лишили жизни? А что, если мы говорим с вами о запретной любви? Ведь мужи ложничества порицалось. Такие связи тщательно скрывали. Что, если два человека встретились, между ними вспыхнули чувства? Что, если один из них был женат и хотел бросить жену ради Роланда? Что, если она все узнала, устроила скандал в отеле, а после напала на Роланда? В таком случае становится понятно, и зачем вымышленные имена, и заботливый друг Дон, и почему Роланд не сдал преступника? Ведь тогда вся правда с той лапы. Может быть, так Роланд хотел защитить не преступника, а защитить честь друга? Стараясь собрать весь этот пазл вместе, я вижу лишь такую картину. Обиженная, разъяренная женщина выслеживает мужа с другом в отеле ночью. Устраивает скандал, но муж сообщает ей, что уходит. В ярости утром женщина возвращается в отель. Номер Роланда не заперт, и она входит. У женщины есть и время, и возможность ударить по затылку, связать и выместить всю свою злость на обидчика и разлучника. А позже покинуть номер, оставив лишь невидимку и баночку серной кислоты, которую женщина прихватила с собой, думая, как обезобразит лицо этого самого разлучника. Вообще, всякие баночки, скляночки, отравы, кислота это очень женские штучки. Подавляющее преступление с такими жидкостями совершают именно женщины. Может быть, мой вывод и полный бред. К сожалению, мы никогда не узнаем правды. Им можно лишь гадать и выдвигать свои теории. Но хотя бы успокаивает то, что Роланд Ти Оуэн раскрыл свою личность. Хотя Артемус Олгетри все равно оставил все свои тайны при себе. А я лишь могла поделиться с вами фактами номера 1046 и своей теорией. Будет очень интересно почитать ваши мысли на этот счет. Так что пишите в комментариях или в мой телеграмм, в котором мы, кстати, общаемся каждый день. А с вами была я, Ольга Монтру. Огромное спасибо за поддержку и просмотр, за ваш лайк, комментарий, подписочку и колокольчик. Всех обнимаю и верим в лучшее. Пока-пока.